Такие ютуберы, как Трамп, Трей, Бутак ушли в 2023 году на такой проект, как Матрёшка. С чем же это связано? Закрытие платформы ютуба в России от Госдумы. Дудосы со стороны Матрёшки, слухи это или нет, я попытаюсь сегодня вам рассказать, это кратко и понятно. Ну а вы, пацаны, перед началом ролика не забудьте поставить лайк на это видео, подписаться на мой канал и досмотреть этот ролик до конца и дать свой вердикт по этому поводу, на то, что я вам сегодня расскажу. Всем привет, дорогие друзья, на связи, как всегда, Бульвар Депо, игра и на проекте Блэк Рашен, сервер Чока. Слычку на эту игру будет в описании, ещё у меня есть уличный промокод на сервере Чока, это промокод Депо, который вам даст куча бонусов при старте, поэтому пользуйтесь. Под прошлым роликом, где я купил фулблат симку, вы набрали выше 300 лайков, и это значит, как я вам говорил, что я разыгрываю автокейс в этом ролике, так как вы набрали даже 500 лайков, за что вам огромное спасибо. Ну а вот наш победитель, чтобы получить свой приз, отпиши мне в личку в ВК. Ну а если ты проиграл, не расстраивайся, именно для тебя я устраиваю новый конкурс на 100 Блэк Коинов. Ну а если вы набираете под этим роликом 300 и выше лайков, я разыгрываю автокейс. Опять же, тут всё зависит от вас, условия вы видите на своём экране, желаю всем удачи. Давайте я не буду медрить и сразу же начнём с ютуберов. Почему же крупные ютуберы уходят с нашего проекта? Ну а посмотрев видео Трампа, я понял, что обращение к ютуберам на проекте Блэк Рашен не совсем понятное, потому что ютуберы вносят вклад в этот проект, помогают в развитии, а у них, так можно сказать, фиговое отношение к ютуберам. Да и тиктокерам тоже. Но не только и на самом деле из-за этого уходят крупные ютуберы, а из-за зарплаты, которые даже не повышают многим ютуберам. Хоть когда у них актив разы лучше стал, просмотры прям на глазах собрались и долгое время держатся. И снимают за ту же зарплату, то есть это неправильно. Им тонко намекают на то, что сиди и хавай то, что дали. И еще, насчет перевода с партнерки на платку в Блэк Раша тоже проблема. Даже если вы стоите на партнерке, у вас актив даже лучше, чем человек, который стоит на платке. Говоришь о переводе с партнерки на платку нашему менеджеру Андрею, а он отвечает таким образом всем абсолютно, что нету мест на платке. Ну как нету, если такого понятия вообще в принципе не должно существовать. Вот, например, сейчас ушло, как по мне, много ютуберов, которые стояли на платке, и по идее место должно освободиться. А он все говорит, нету мест. Блэк Раша это лучший проект, с этим спорить нельзя, но то, что обращается, как с нами, это минус. Но я все-таки надеюсь, что Блэк Раша одумается и будет по-другому относиться к нам. Я на это прям очень-очень надеюсь. Ну давайте я приведу пример с таким тиктокером, как Видочек. Это крупный тиктокер, на которого, блин, подписано 1 миллион 700 тысяч в тиктоке. Он стоит на партнерке, блин, на партнерке, но это смешно. Он до этого стоял на платке и приносил максимально много проекту людей. У него активации промо-года столько, сколько я за 2 года не сделаю. И он стоит на партнерке вместе со мной. То есть вы понимаете всю трагедию, причем его сняли с хорошим активом. Нет бы понизили зарплату, а его просто перевели на партнерку. Ну то есть понятно, какое отношение к блогерам. Ну ладно, про отношение к тиктокерам и ютуберам я все вам рассказал. Следующее, что бы я вам хотел рассказать, это про информацию, что нашу любимую платформу, где мы смотрим своих любимых ютуберов, закрывает в России. В общем, глава комитета Государственной Думы Александр Киштейн ответил на вопрос о возможности закрытия видеохостинга YouTube в России. Поэтому, пацаны, готовимся скачивать VPN на наше устройство, потому что на YouTube, если это правда, от Госдумы не сможем зайти и все мы. Так как мы живем в России, нам ограничиваются это связи, как я понимаю, обстановкой, которая творится в нашей стране. Абсолютно все, что попадается под руку, у нас ограничивают. Но не все так плохо, как вы думаете, потому что соответствующее заявление основателей и руководства частичной военной компании Евгения Пригожина в беседе депутат заявил, что в Куздуме ничего не слышал о запрете платформы. Так что, пацаны, будем верить, что YouTube у нас не закрыл. Перейдем к дудосу Блэк Раши от матрешки Мифли. Это странная ситуация, потому что в день, когда ютуберы Блэк Раши хотели уйти на Аризону, в этот момент происходил тоже дудос наших серверов на Блэк Раша. Тут такая же абсолютная ситуация, то, что начали уходить крупные ютуберы с Блэк Раша, которых я перечислил, начался абсолютно такой же дудос, как в день, когда уходили ютуберы на Аризону. Есть такой же малейший шанс, как мне кажется, но как вы думаете, напишите в комментарии. Ну, в общем, все, подведу итоги того, что я вам сегодня рассказал. Рассказал я про отношение Блэк Раша к ютуберам и тиктокерам, про возможное закрытие ютуба в России, про дудос, стороны, возможно, матрешки, в связи с тем, что ютуберы уходят на матрешку. Надеюсь, вам понравился такой видеоролик, вы поставите свой царский лайк, подпишитесь на канал и напишите свой комментарий. Ну, а с вами был Бульвар Депо, всем до скорых встреч, всем пока-пока.